Роза в три четверти Создаем шапочку Придерживаемся в форме шара Укладываем следующий этап Несколько смещая каждый лепесток В шахматном порядке Этот этап в построении розы в три четверти Очень важен Поэтому не стоит избегать его И помнить, что он идет Самым первым этапом После того, как мы построили Шапочку у розы Мы начинаем сбору середины Середина у нас это бутон Бутон мы строим Уже известный нам способ Создаем скобочки И эти скобочки Продолжаем набирать объемом Приближаясь к центру Но не уходя вниз После того, как мы создали середину Бутона Нам нужно сделать высокие лепестки Сделав высокие лепестки Перекладываем на палец Из пальца Снимаем на верхнюю часть мастихина Придерживаем Наш лепесток пальцами Снимаем с мастихина И обязательно крепим у основания Создаем лепесток Смотрящий на противоположную сторону Также снимаем его на палец Перекладываем на мастихин Обязательно фиксируем И заворачиваем Лепесток под лепесток На этом этапе мы можем Сделать центральный лепесток Делаем его также Достаточно высоким Снимаем на палец На мастихин И крепим его в центральной части бутона После этого этапа После создания Верха цветка Середины бутона Мы делаем Высокий лепесток И на этом этапе Объединяем Нашу шапочку И бутон Создавая некую перспективу цветка С одной стороны И теперь укладываем Лепесток с другой стороны Как бы Уводя его под бутон Кончиком мастихина Мы можем придавать Форму лепестку И на этом этапе Продолжаем набирать Объем рози После создания Объема по бокам Мы можем приступать К набору объема Нижней части цветка Делаем лепестки Которые называются Рубашка Также придаем Кончиком мастихина Им форму С одной стороны И с другой стороны После этого Как мы создали Лепестки Рубашечные Мы начинаем Собирать Объем розы Делаем высокие лепестки И крепим их К основанию Есть такие моменты Когда При закреплении лепестка Мы можем Зацепить мастихином Верхний или нижний лепесток А лепесток Нам нужно уложить Именно в этом месте Тогда мы прибегаем К помощи пальца Таким же образом Как крепили ранее Крепим Дополнительные лепестки Для объема Обязательно помогаем Пальцами Можно использовать Второй мастихин Как кому удобно Мне удобнее Помогать пальцами Поэтому Я рекомендую вам Этот способ Мастихин В процессе работы лепестки могут немного осаживаться, и тогда мы просто кончиком мастихина лепестки приподнимаем. Постепенно набираем объем розы, дополняя розу нижними лепестками. Завершающий лепесток. И вот теперь у нас получилась такая роза в три четверти, достаточно объемная и очень реалистичная. Продолжение следует...